И мы продолжаем наш выпуск. В ТОУК из Лжарсу с итогами прокурорской проверки, по результатам которой предприятие заплатит штраф в размере 5,5 миллионов тенге, не согласны. По словам специалистов, сброс загрязненных стоков был незначительным и не повлиял на качество воды, которую получают потребители. Ольга Загоройко выслушала аргументы водников. По итогам проверки качества воды во время паводков, специализированной природоохранной прокуратуре назначили штраф в двум предприятиям, в том числе самый большой, 5,5 миллионов тенге ТОУК из Лжарсу. Специалисты организации с этим не согласились. Они объяснили, что сброс загрязненных стоков был незначительным и случился из-за аварии на накопителе. А превышение солевого аммония в 5,6 раза и железа в 1,7 раза из 27 показателей оправдали появлением талых вод. Был незначительный сброс. Он сразу был ликвидирован в течение суток. При отборе проб, в принципе, мы даже не участвовали, нас никто не пригласил. Талые воды приносят в реку Ишим в 100 раз больше вот этих всех и железа, и аммония. Сергей Визеров отметил плачевное состояние ограждающей дамбы в озере Амутки, на реконструкцию которой долгое время не было денег. Однако в этом году уже в июле в рамках программы по реконструкции канализационных очистных сооружений она будет отремонтирована за счет республиканского бюджета. Благодаря поддержке государства очистка воды в ближайшие годы станет более качественной. Это 4,9 миллиарда. На сегодняшний день выделили, вот в этом году выделили 700 миллионов. В прошлом году 400 миллионов. Остается 2,6 миллиарда для нас в последующие годы. Но срок запуска биологической очистки будет в 2016 году. ТОО Кузел Жарсу не согласились с итогами прокурорской проверки. Однако ущерб, нанесенный экологией в размере 5,5 миллионов тенге, все же будет выплачен. Об этом заверило руководство предприятия. Ольга Загруйко, Роман Куценко, Новости МТРК.